МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Омская мэрия будет решать путем привлечения кредита в одном из банков. Такого рода проблемы не в один день рождаются. Убытки порядка 150 миллионов не хватает денег для того, чтобы запустить в линию транспорт. В один день такого не бывает. Здесь вопрос-то, по большому счету, он, конечно же, в плоскости наличия специалистов, управленцев, которые могут действительно прогнозировать, которые могут действительно организовать деятельность пассажирского транспорта. Вот как можно организовывать какую-то деятельность, когда штаба-то фактически нет и главнокомандующего нет? Ребята, а что вы делаете? И в итоге получается, у нас транспорт, кто в лес, кто под рова. Когда у нас запускают сочлененные автобусы, пылесосы в межпиковое время, в обед, и мы видим, и горожане видят, 2-3 пассажира едут, что он делает? Он просто бензин выжигает. А хотя все виды транспорта должны работать в пиковое время, в категории М1, М2, М3, большие, средние, малые. А в межпиковое время, когда пассажиропоток понижен, зачем пылесосы гонять? Сегодня утром на улице Завертяева произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и автомобиля «Нива». Как сообщается, автомобили столкнулись лоб в лоб, из-за чего один из них перевернулся, а микроавтобус загорелся. Обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе проверки. Сегодня ориентирующийся на 8.40 на дороге, соединяющей микрорайон Загородный с улицей Донецкой, управление городом Омск. В условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирская «Газель». К предварительным данным, 12 человек пострадали, все доставлены в больницу скорой помощи. В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя директора Департамента имущественных отношений администрации города Валерия Поморгайло. Как сообщалось ранее, он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В ходе следствия Поморгайло вину не признал, пояснив, что действовал в рамках закона. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Следствием установлено, что Поморгайло, исполняя обязанности директора Департамента имущественных отношений, администрации города Омска, незаконно предоставил земельный участок Шапсину, подписав распоряжение, на основании которого был заключен договор купли-продажи стоимостью более 300 тысяч рублей. Земельный участок стоял площадью более 6,5 тысяч квадратных метров под здание, находящееся на нем площадью 72 квадратных метра. Следствием установлено, что действие Поморгайло в бюджету администрации города Омска причинено ущерб на сумму более 8,5 миллионов рублей, поскольку рыночная стоимость данного земельного участка составляла на дату предоставления последнего порядка 9 миллионов рублей. Новый год омичам придется встречать весьма скромно. Городские власти решили не устраивать в ночь с 31 декабря на 1 января шумных гуляний. В госструктурах опасаются, что большое скопление людей может стать провокацией для террористов. Еще одно изменение. В этом году главную новогоднюю красавицу установят не в сквере Зержинского, а в парке 30-летия Волкесэм. Откроется главный новогодний городок 25 декабря. В этом году стоимость новогодних праздников составит 6 миллионов 200 тысяч рублей. Эта сумма почти в половину меньше прошлогодней. Причиной тому стали затраты на мероприятия ко Дню Победы. И в продолжении темы жители страны собираются экономить на деликатесах к праздничному столу и презентах для родственников и друзей. Почти две трети россиян, 63% сократят свои расходы на празднование Нового года. Такие данные приводит коммерсант. Российские семьи собираются потратить на торжества 15-17 тысяч рублей, сэкономив на деликатесах и подарках. На подарки уменьшат свои траты 40% граждан. В прошлом году таковых было 30%. Снизят расходы на новогодний стол 35%. От деликатесов откажутся 20%. Около 7% опрошенных рассказали, что вообще откажутся от покупок подарков. В прошлом году таких было всего 4%. Впрочем, аналитики признают, что россияне могут потратить на праздники еще меньше, чем рассчитывают сейчас. У меня не такая большая стипендия для того, чтобы повышать, скажем так, расходы. И буду праздновать, скорее всего, Новый год с друзьями. Все поведет на компании и очень скромно. Этот год не станет исключением. Он будет наполнен яркими событиями. И это будет сопровождаться фейерверком. Это однозначно. Естественно, когда отгуляешь на широкую ногу Новый год, естественно, потом приходится немножко поэкономить под конец месяца. Можно что-то и от себя, но Новый год все-таки хочется его отметить очень хорошо и красиво. И что-то такое. Ну, определенно должно быть на столе присутствовать. То есть, что-то дорогое. Да не сказала бы, что я собираюсь сокращать. Нет, все. Достаток позволяет. Конечно, будем сокращать. Время сложное. Прибыль гораздо меньше стала, поэтому, конечно, сократим. В отпуск не получится теперь съездить, забронить и все. У нас нет такой традиции. Мы не празднуем Новый год как-то там супершакренно. Вот. Ну, как-то так. Омские ленту и «Триумф» могут оштрафовать на 600 тысяч рублей. Региональный Роспотребнадзор направил очередную партию исков к торговым комплексам. Речь идет, судя по всему, о некачественных товарах, найденных специалистами управления на полках магазинов. По крайней мере, в ранее выигранных ведомством делах по этой статье продавцов штрафовали преимущественно за несоответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям пищевые продукты. Судебная практика в основном складывается в пользу Роспотребнадзора и юрлицам выписываются крупные штрафы от 300 до 600 тысяч рублей. Первые заседания по этим двум искам пройдут 10 декабря. В октябре количество вакансий в Омске стало меньше на 10% по сравнению с сентябрем. Как сообщают НГС Новости, больше всего на 13% упал спрос на сотрудников сферы строительства, сферы ресторана и кафе «Общепит» понизились на 11%. На третьем месте оказалась сфера непищевой промышленности. Тут спрос упал на 9%. Добавим, в прошлом году омский рынок труда аналогично снижался на 10% перед Новым годом, а следующий рост начинался в феврале 2015 года. Количество резюме в Омске за октябрь выросло всего примерно на 1,5%. Ситуация на рынке труда спокойная, констатируют эксперты. Из-за резкого припада температуры лед на водоемах региона стал более хрупким. В первую очередь эта информация касается рыбаков и любителей лыжных прогулок. В связи с потеплением спасатели ежедневно проверяют толщину льда и выявляют наиболее опасные места, а также проводят профилактические беседы с нарушителями правил безопасности. Выходить на замерзшие реки в черте города категорически запрещено. Участки, где можно уйти под воду, отмечены специальными информационными стендами, установленными на берегу водоема. Однако и в других местах гулять по льду не следует без крайней необходимости. Добавим, ледовые переправы в районах области откроются не раньше середины декабря. Омская область оказалась на 29-м месте из 85 возможных в национальном рейтинге трезвости, составленном проектом «Трезвая Россия» и Центром информационной коммуникации «Рейтинг». По данным известий, самыми трезвыми регионами оказались Чеченская республика, Республики Нгушетия и Дагестан, а самыми пьющими – Еврейская автономная область и Магаданская область. Наиболее пьющими, набравшими больше 250 баллов, оказались 22 региона, преимущественно Дальневосточные и Сибирские. Кроме вышеперечисленных сюда входят Камчатский край и Новгородская область.